Лето, пора отпусков и долгожданного отдыха на пляже или в походе. Однако не стоит забывать и об опасностях, например, укусы змей и медуз. О том, как оказать первую помощь пострадавшему, рассказал врач-токсиколог Владивостокской клинической больницы номер 2. При встрече со змеями нужно замереть и постараться медленно уйти, не делая резких движений. Однако из всех ядовитых видов в дикой природе Приморья распространен только уссурийский щитомордник, самый мелкий представитель этого рода. Если произошел укус змеи, отсасывание яда не помогает. Обрабатывается рана и ближайшие темные учреждения. На этот период обильное питье. Собственно говоря, все. Обрабатывают любым дезраствором. Какие осложнения бывают? Соответственно, это типичное действие яда. Чтобы немножко было понятно, яд у этих змей гемотовазотоксичен. То есть повреждается и кровь, и сосуды. В основном повреждается конечности. Укус медузы для человека не опасен. По ощущениям он напоминает ожог крапивы. Это неприятный момент, но смертельных случаев в Приморье не было. Гонианема или медуза-кристаллик является нашим специфическим видом. Она маленькая, диаметром около 4 сантиметров, у которого внутри прозрачного тельца виден специфический рисунок в виде креста. Они обычно появляются у побережья, когда долгое время стоит жаркая погода. Поэтому отдыхающим лучше остерегаться мест для купания, где много водорослей. Хочу сразу отметить, что стрикание медузы, даже не болезнь, а состояние, будем говорить такое, состояние легкой травмы химической. Оно не опасное для здоровья. Представляет опасность, если у пациента, у пострадавшего есть сопутствующие заболевания. Какие-то хронические, серьезные, клинически значимые. При укусе медузы выйти из воды, обязательно смыть остатки слизи и стрикательных клеток пресной водой. Лучше помогает слегка подкисленная вода. Если симптоматика значимая, обращаться. Если симптоматика с вашей точки зрения незначимая, как она проявляется? Боли в области стрикания, боли в суставах, в мышцах, во всем теле, в поясничной области, кашель. Можно обойтись домашними средствами общепротивовоспалительного действия от медикаменты. Аналгин, парстамол. Еще раз напомним, оказать первую помощь при укусе змеи и столкновении с медузой могут в любом медучреждении. При необходимости пациентов переводят из городских и районных больниц в специализированное токсикологическое отделение. Оно в крае одно, центр острых отравлений городской больницы номер 2 на русской 57. Но все же будьте осторожны во время летнего отдыха. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на восьмом.